Нашему эфиру, Александр, рады видеть. Доброе утро. Доброе утро. Александр, знаете, у меня простой короткий вопрос. Что Орбан вот в этот день забыл в Грузии? Ну, очевидно, что, во-первых, он хочет продемонстрировать свою внешнюю политику. И мы видим, что эта внешняя политика, она очень совпадает по направлению и по содержанию с политикой России. Потому что, действительно, сейчас все говорят, что выборы сфальсифицированы. Президент Грузии говорит, что выборы сфальсифицированы. А Орбан поздравляет. И тут остается вспомнить только одно, что Европарламент выступал с инициативой отозвать возможность для Венгрии, которую возглавляет Орбан, возглавлять Европейский Союз, потому что это разрушает единство Европейского Союза. Вот сейчас мы видим, знаете, наочно, каким образом это происходит. Потому что Орбан сам не дозавуировал момент, что он туда отправился исключительно как лидер Венгрии. Очевидно, что он рассчитывал на то, что он будет представлять Европейский Союз, что он сможет это сказать. И таким образом он хотел легитимизировать условную, знаете, победу грузинской или российской мечты, как ее называют в Грузии. Ну вот мы уже помним такие вояжи, как только Венгрия начала свое представительство в Совете ЕС и в Россию, и в Китае. А тут вот на, как говорится, заре своей работы представительства в Совете ЕС отправился премьер-министр Венгрии в Грузию. А вот глава МИД Венгрии Петер Сиярта рассыпался также в комментариях, в комплиментах в адрес партии власти грузинской мечты. На своей странице в Facebook он назвал правящую партию Грузии политсилой, суверенитета, мира и семьи, которая открыто ставит национальные интересы превыше всего. По словам Сиярта, на выборах победила не сила, предложенная Брюсселем и либеральным мейнстримом. И поэтому началась атака, якобы выборы были нечестными. Сиярта добавил, что Венгрия готова развивать сотрудничество на основе взаимного уважения и поддерживать процесс европейской интеграции. Вот тут какие-то две темы в моей голове, по крайней мере, не складываются. Поддержка евроинтеграции и такой вот разворот к российским интересам. Во-первых, какие интересы вообще в принципе Венгрию и Грузию соединяют экономические, в том числе на почве каких интересов могут сотрудничать эти две страны? Сейчас политически это выглядит как сотрудничество на почве российских скреп. Как бы это ни парадоксально звучало, потому что и Венгрия, и Грузия начали разворот и законов про запрет КПТ, про атаки на представителей неправительственного сектора, которые получают гранты, ну и так далее. Фактически речь идет российским языком иноагентов, ну и так далее, и так далее. То есть фактически политически они представляют действительно две авторитарных силы. И я боюсь, что на следующих выборах в Венгрии, где позиции партии Орбана будут ослаблены, потому что уже сейчас у него появился оппонент, соперник, который буквально наступает на пятки, возможно выйдет вперед, что Венгрия может пойти на подобные фальсификации, тогда Европейский Союз станет перед дилеммой вызнавателей выборы в Венгрии, и тогда это будет беспрецедентная ситуация. И, возможно, таким образом Орбан уже ищет на стороне поддержку стран, партии, которые будут поддерживать его условную победу. Ну, собственно говоря, тут, знаете, мы видим, что диктаторские режимы объединяются, и получается уже и авторитарные режимы тоже начинают создавать какой-то условный блок. Поэтому очевидно, что демократические силы тоже должны быть более сплоченными и выступать единым фронтом. Скажите, Александр, знаете, какой фактор вот в этих выборах играла или использовала Российская Федерация? Или та же правящая партия? В частности, интересует, насколько, знаете, сильным было влияние вот этого фактора, и тема, которую эксплуатировала по сути, да, грузинская мечта, демократическая Грузия, да, это фактор страха, да, войны перед Российской Федерацией. И мы же помним эти прекрасные видео и агитацию, когда сравнивались уничтоженные российские города и грузинские. Вот вы хотите, чтобы так там было, да? Как вы оцените вот эту эффективность, скажем так, результативность такого подхода? К сожалению, это работало, и работало не только в Грузии, потому что на последних парламентских выборах Орбан, он победил тоже, эксплуатируя фактор страха и показывая на войну в Украине. И таким образом в Грузии действительно есть определенные опасения, что Россия может пойти в атаку не только на Украину, а и на Грузию. Но тут единственный момент, что фактически мы видим, не может быть позиции посередине. Или страна выбирает Европу, или русский мир, потому что кроме того, что фактически была эксплуатация фактора страха, тут я абсолютно согласен, были и другие нарративы, которые уже полностью укладываются в российскую пропаганду, когда грузинские лидеры, не грузинские лидеры, лидеры грузинской мечты, они говорили о том, что мы готовы извиниться перед Россией за ее фактически агрессию в Осетии и Абхазии. И вот тут уже получается момент, который вообще комментировать сложно. Это получается фактически оправдание агрессии и выбор русского мира, потому что в результате действий правлящей коалиции, ну, вернее, партии «Грузинская мечта» в Грузии, Грузию заблокировали европейскую интеграцию в Европейском Союзе. Ну и вот уже обеспокоенности результатами выборов в Грузии выразили в ряде европейских столиц, в частности, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Баро заявил, что предварительные выводы миссии ОБСЕ подтверждают беспокойство относительно развития событий в Грузии. Неуверенность в честности выборов и давление на избирателей выразила глава МИД в Финляндии Элина Волтонен. Латвийский министр иностранных дел Байба Бража также акцентирует на многочисленных нарушениях, которые зафиксировали международные наблюдатели. Кроме того, она выразила восхищение грузинами, которые пришли голосовать, а значит, стремятся к европейскому будущему. Как вы видите, какие европейские страны, в принципе, осмелятся поддержать протесты в Грузии оппозиционные и людей, которые настроены все-таки на евроинтеграционный путь Грузии? И, как вы считаете, какие страны пойдут на то, чтобы не признавать эти выборы легитимными, на что это повлияет, в принципе, или, как говорится, обеспокоиться и продолжить сотрудничать? Напомню, что Евросоюз приостановил процесс вступления в Грузию этим летом. То есть этот процесс приостановлен или все-таки со временем разморозится и как-то худобедно будет идти? Я думаю, что большая часть европейских стран, она не признает, не поддержит эти выборы, потому что тут даже вопрос, поддержит ли Словакия, это едва ли не одна из немногих стран, которая может пойти вслед за Венгрией. Я думаю, что на уровне Европейского Союза тоже эти выборы не признают. Но, собственно говоря, после того, как была заморожена европейская интеграция в Грузии, особых механизмов влиять на ситуацию нет. И это, знаете, было как такое ядерное оружие, которым угрожали грузинским властям. И мы видим, что они просто проигнорировали такую угрозу и выбрали сохранение власти любой ценой. И таким образом, скорее всего, Грузия может просто оказаться за бортом евроинтеграционных процессов. И на самом деле это достаточно угрожающая ситуация, потому что, как я говорил, есть выбор только между русским миром и цивилизацией. А по всем параметрам сейчас говорят о том, что следующая волна расширения Европейского Союза может на очень долгое время стать последней. То есть, фактически, Грузия может потерять возможности интегрироваться в Европейский Союз, если правящая партия сумеет сохранить власть. И очевидно, что последуют репрессии, потому что всю свою деятельность грузинская мечта фактически этим и занималась. Я хочу напомнить, что в 2021 году стоял вопрос, и он был официально подтвержден о том, что Грузия должна получить план действий по членству в НАТО. Но буквально накануне решения, накануне саммита НАТО были арестованы лидеры оппозиции, начались атаки на оппозиционные средства массовой информации, и это решение отменили. И таким образом, фактически, на словах, еще тогда грузинская мечта говорила о европейской интеграции, а на деле она всячески блокировала это движение. Очевидно, сейчас стал вопрос ребром, вопрос о выборе Грузии на годы. Скажите, Александр, то, что мы видели накануне, с учетом акций протеста, заявлений лидеров оппозиции, президента Грузии Саламаза Робишвили, но и в целом, как бы вы оценили возможный потенциал грузинского активного общества реально изменить ситуацию? Хотелось бы верить, что у грузинского общества получится, тем более, что сейчас на стороне демократии, на стороне грузинского общества президент Грузии. И это говорит о том, что все-таки не вся власть монополизирована, и возможны варианты, когда президент Грузии обратится к полиции с требованием не разгонять акции протеста, и так далее, и так далее. Как минимум, сейчас речь идет о том, что президент Грузии не признает эти выборы и отказывается формировать правительство на основе этих сфальсифицированных результатов. Поэтому будем надеяться, что у грузинской оппозиции все получится, и Грузия вместе с Украиной будет дальше идти в Европу. Александр, ну тут, знаете, еще мы не можем как бы нивелировать и фактор той же России, которая так или иначе использовала грузинская мечта во время предвыборной агитации, предвыборной кампании, то каким он может быть в дальнейшем развитии этого сценария. Ну просто для меня, для меня лично, это большие параллели с тем, что было у нас в 2014 году. Ну вот оно схоже. Да, мы не призываем это дело грузинского народа самим выбирать свое будущее. Да, у нас есть свое мнение, да, мы можем оценивать, но это именно дело грузинского народа, грузинского активного общества. Да, оно все же параллели присутствует. И мы же помним, как Виктор Федорович, тогдашний наш президент, прости господи, так или иначе посматривал и созванивался с Москвой. Да, и мы помним тот спецназ на территории Украины, на Майдане независимости. Да, мы это видели воочию. Как здесь может быть в отношении Грузии, как вы считаете? И более того, продолжая вот ваш логический ряд, мы помним, что Янукович обратился к России за помощью, уже не имея возможности это делать. Ну вообще по закону он этого не имел права делать. Но для России важен предлог. И, к сожалению, я не могу исключать, что грузинские власти, если они проиграют в этом противостоянии, они обратятся к России за помощью. Впрочем, знаете, ситуация такая, что России не нужно никаких особых поводов, она их придумает. Поэтому это говорит в том числе о том, что вот так играть с Россией, заигрываться, это очень опасно, потому что может окончиться потерей суверенитета. Ну, собственно, с этим и шла грузинская мечта на выборы, апеллируя к тому, что иначе война. Спасибо вам, Александр, за то, что нашли время. Для нас Александр Леонов, исполнительный директор Центра прикладных политических исследований ПЕНТО, был с нами на связи.